Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Несколько месяцев назад я начала заниматься новым хобби, пошла на обучение к опытному преподавателю. Давно хотела начать этим заниматься. И была очень рада, что появилась возможность. Смотрите, на что здесь хочется обратить внимание. Сразу предупреждаю, что возможно каких-то нюансов и тонкостей я могу не знать, поэтому если где-то я буду говорить что-то такое вот откровенно, не соответствующая действительность, то пожалуйста не будьте строги. Как это вижу я? Вы хотите чем-то заниматься. И вы ищете возможность это делать. Но, как мне кажется, в современном мире, если человек чем-то очень хочет заниматься, он может это сделать сам. Если только вы не работаете там где-то в определенном месте, с специфическими материалами, да, и так далее. Это можно сделать самому, да, в некоторой такой урезанной форме, но можно. То есть здесь у меня вызывает вопрос то, что вы этим хотели заниматься давно, сильно, но возможно с этим заниматься вы связываете с обучением. Может быть возможно с этим заниматься и начинается с обучения, но это обучение вы можете начать сами, если мы говорим о простых задачах. Вы же решили сразу пойти их преподавать, сразу обучиться. Вот при том, что вы описываете дальше, я могу предположить, что прежде чем обучаться и прежде чем, собственно, следовать какому-то регламенту, вам хотелось поиграть. В это хобби, то есть просто проверить свои силы, посмотреть на то, с чем вы можете справиться сами, проверить границу своих возможностей. А на обучение люди идут, если мы говорим о хобби, конечно, когда они чувствуют, что им уже не хватает своих навыков, когда они чувствуют, что уперлись в какой-то потолок и им нужна помощь. Вот мне кажется, что вы не почувствовали, что вам нужна помощь, вы сразу пошли на обучение, тут почему-то. То есть тут вот как-то вот вы, ну, занятие любимым делом, да, вы как-то связываете с обучением, то есть, ну, действительно, занятие любимым делом, это не всегда обучение. Это игра просто, это просто какая-то хаотичная, свободная, творческая, тем более, деятельность, да, которая, ну, не предполагает какого-то вот результата. А как бы на обучение человек уже идет, когда он хочет дойти, хочет именно какого-то вот, получить конкретный навык, достичь конкретной цели, ну, и, соответственно, выбирает задачу, выбирает путь, наверное, подходящий для себя. Вот. Хочу получать от процесса удовольствия, но в итоге получается, когда, ну, здесь нужно сказать, что, действительно, обучение, это вот не про удовольствие, сейчас же шло, а, ну, это обусловлено вот чисто нашей такой вот культурой, да, вот культурой людей, скажем так, на постсоветском пространстве, что все обучение, это, по сути, насилие, это обучение, это культура насилия, культура такого составления, превозмогания. И, как бы, тут есть несколько, несколько аспектов, но ключевой из них заключается в том, что удовольствие от процесса, это не про обучение, а если есть желание учиться с удовольствием, то это про подбор, ну, подходящий вам системы обучения. Как видно из вашего текста, вы не подобрали систему под себя, а вы подобрали преподавателя, который работает по своей системе, но вам не подходящий, ради его знаний и ради, ну, вот, собственно, его ценности как преподавателя. Но, по своим ощущениям, вы сейчас сталкиваетесь с тем, что это того не стоит. Что не стоит вот эти вот навыки, вот этот вот какой-то его профессионализм, его ценность в ваших глазах. Не стоит тех усилий, которые вы потратили. Хобби, отчасти творческое, отчасти техническое, нужно наработать навык работы с определенным инструментом. Ну, я полагаю, что это связано с IT, хоть вы и не пишете туда бы тут этого. Я начала преподавателя, она обучает по системе уже несколько десятков лет, обучила много людей, я вижу результаты работы ее учеников, результаты действительно впечатляют. Вот здесь, опять же, ваш конфликт. Хочу получать удовольствие, но, придерживая интеллектуальное, ищу преподавателя, который бы соответствовал требованиям. Вот это конфликт, потому что удовольствие это не про требования, удовольствие это не про ценности. Удовольствие это про момент, про импульс, про творчество. Поэтому здесь вот вы уже себе начали ставлять палку колес. Дело не в том, что вы должны обучаться у плохого преподавателя, или менее компетентного. Дело в том, что вы говорите, что хотите заниматься хобби, всегда этим хотели, ну, давно хотели начать этим заниматься, но при этом вы говорите, что другие преподаватели и половины знаний не дадут. Так простите, а почему не начать заниматься с преподавателем, который даст вам половину знаний, который даст вам простые задачи, а потом пойти к этому? Вы говорите, что преподаватель кинул вас на сразу очень сложную задачу, а вы сами не поставили себя в сразу очень сложную ситуацию тем, что пошли к опытному сразу преподавателю, у которого и требования выше, и так далее. Ну, это вопрос. Дальше, вот вы пишете, что вижу результат работы учеников, то есть это вот интеллектуальная история про требования, про соответствие вашим требованиям, и именно ваши требования, которые заключаются в упрямстве, и привели к этому. То есть вы от себя требуете удовольствие, перестало быть удовольствием не вследствие того, что преподаватель как-то там себя ведет, а вследствие того, что вы начали себя заставлять. Это, опять же, вопрос о природе вашего желания заниматься этим хобби. И вопрос разграничения между целями и процессом. Мне кажется, что интеллектуально вы как-то разграничиваете удовольствие от процесса и цель, а вот фактически, фактически этого не происходит. Дальше, за несколько месяцев процесса обучения превратился в мучение, потому что он начал себя заставлять. У нее такая система, сразу взять сложную задачу, на ней пройти много всего полезного. Я не очень понял, что вы здесь имеете ввиду. То есть я понимаю пример, но это очень-очень туманно. Потом с простыми задачами человек справляется самостоятельно. Ну, как бы, подход как подход. Мне изначально хотелось начать с простого, чтобы быстро увидеть результат работы. А вот здесь интересно. Во-первых, если вам изначально хотелось начать с простого, то вы выбрали не того преподавателя. Дальше. Если вам хочется получать удовольствие от процесса, это не про результат. То есть как-то вот не сочетается то, что вы быстро хотите увидеть результат и то, что хотите получать удовольствие от работы. Это два противоположных полюса. И одно исключает другое для человека. Когда я получаю удовольствие от процесса, мне не особо важен результат. Когда я хочу результат, я не получаю удовольствие от процесса. Поэтому это противоречие. Это ваш конфликт, который и стал основанием для той ситуации, которая сложилась. Дальше. Она убедила меня, что лучше двигаться по ее классической программе. То есть сразу брать сложный объект. Но что значит убедила? Нет. Это не совсем верно. Вы перекладываете ответственность. Не она убедила. А вы позволили себе убедиться. То есть, по сути, отказались от своей позиции. Ради чего? Вопрос. В итоге, несколько месяцев я сижу на этом первом объекте. Он мне надоел, я от него устал. Совершенно вас понимаю. И думаю, что для вашей нервной системы темперамент это абсолютно нормальная история. Ну, вот такой вот человек. И это стало следствием того, что вы, ну вот, позволили себя убедить. У меня нет элементарных навыков работы. А задача с этим объектом довольно сложная. Я иногда сижу по нескольку часов на задачи, которые занимают у опытного человека 15 минут. Вот здесь и далее вы сравниваете себя с опытным человеком. Каким образом вы к этому приходите? Опять же, у меня складывается ощущение, что это не про хобби, а про работу. Это не про удовольствие от процесса, а про результат. И снова вы противоречите сами себя. То есть, почему вы сравниваете себя с опытным человеком? Вы не опытный человек. Вы обучаетесь. Откуда у вас такие требования к себе? Вот у вас, знаете, испортить удовольствие от процесса, ну, не другие люди могут. А требования к себе, внутренние, ваши, вот они и портят. Часто приходится переделывать сложные этапы работы, так как результат получается плохой. А плохой это вот с точки зрения КО, вашей или преподавателей. У меня проблемы с инструментами, их тоже приходится на ходу осваивать. Я, честно, не могу понять, чем проблема, почему не работают. Но если я правильно понимаю, как бы так работает обучение. То есть, это и есть его суть. Трачу нервы, там, время, там, где опытный человек сразу поймёт, что инструмент неисправен, но не может. Так это и есть обучение. Это нормально. Другое дело, что почему вы тратите нервы? То есть, вас это задевает. Сравнивая себя с другим человеком, вы как будто бы всё время расписываетесь в своей неполноценности, некомпетентности. То есть, вы как будто бы не относитесь к себе, как к обучающемуся человеку. Вот, причём безопытный, я вот не могу понять. Дальше. Преподаватель всегда готова ответить на вопросы, но далеко не всё даёт сразу понять или решить по телефону. Ну, вот нормально. Сейчас мы, наконец, заканчиваем работу с этим первым объектом. У нас ушло 4 месяца, хотя у опытного человека уходит 2 дня. Опять опытный человек. Преподаватель говорит, что теперь мне нужно выполнить несколько творческих задач на эту тему. Они будут намного проще, и я могу выбрать, что мне по душе. То есть, начинается творческий этап, который, по идее, должен приносить удовольствие. Но, когда я думаю об этом, мне хочется плакать. Мне столько нервов возмотал этот первый объект. Мне обидно, что ради удовольствия от творчества я должна была так мучиться всё это время. Нет, это вы не должны, это вы сами решили мучиться ради удовольствия. Это ваше отношение к удовольствию. Это ваша установка, что ради удовольствия нужно мучиться. Мучиться. Так что, вот, вы опять перекладываете ответственность. Я не могу сказать, что разочаровалось, мне именно обидно от такой несправедливости, которую, во-первых, несправедливо создали вы сами. Это первое. Второе. Да, действительно, вы чувствуете обиду. Несмотря на то, что вы сами создали эту ситуацию и несправедливость, но обида, это чувство абсолютно нормальное и естественное. И мне кажется, что вам нужно её признать и выразить преподавателю. Сказать, что, вот, мне кажется, что вы меня мучаете, мне кажется, что мне нереально обидно, мне вот кажется, что вы надо мной просто издеваетесь, вот, и так далее. То есть, вот как-то отреагировать эту обиду. Сейчас вы её держите в себе, маскируя своими требованиями, маскируя какой-то интеллектуализацией и прочее. Вот. У меня как будто внутри меня преграда стоит. Не могу я теперь ломануться с радостью заниматься творчеством и делать то, что мне хотелось бы выбрать себе объект для работы будущего. А почему не можете с радостью? Потому что устали. Потому что накопилась обиды на преподавателя. Вот. Потому что преподаватель вас мучает, мучает. И вы теперь испытываете желание её мучать. То есть, видите, как получается, вы себя заставляете, вы игнорируете свои особенности, вы находитесь в противоречии своей мотивации, вы не получаете то, что хотите, фрустрируете и вам кажется, что преподаватель над вами издевается и наказываете её в ответ. Такая вот история. Преподаватель пытается меня вдохновлять, показывает, что делают другие. Она сама говорит, ну, это первый объект, это просто классика, это школа обучения, вот теперь ты можешь делать намного быстрее для своего удовольствия. Это правда, это система. Только она работает, вероятно, не для всех. И уж точно не для хобби. Я просто на своём упрямстве домучил первый объект и дальше двигаться не могу. Не на упрямстве, а я сказал на чём. И это обида. Я ребёнок, который очень сильно хотел шоколадку, и за неё его сначала заставили сделать кучу неприятных задач, в итоге шоколадку дали, но мама уже в горло не лезет. Почему? Из-за обиды. В горло не лезет из-за обиды. То есть ребёнок в определённый момент чувствует, что шоколадка не стоит того, что он ради неё делает. Но ребёнок не останавливается, ребёнок не протестует, ребёнок не выходит из этой деятельности, вместо этого он доделывает это всё. Когда ему предлагают шоколадку, он её не берёт, и тем самым вызывает чувство вины у тех, кто ему это даёт. И тем самым ребёнок получает определённую выгоду. Это ваша позиция. Он всего лишь хотел шоколадку, а его заставили отремонтировать весь дом. Вот это вот история как раз про обиду. То есть я всего лишь хотел шоколадку. Ну так если вы всего лишь хотели шоколадку, вы можете сделать для неё ровно то, что вам кажется адекватным. Вот ровно то, что кажется вам адекватным. А вы просто идёте на поводу у других людей. Мучите себя втайне, желая мучить этих людей. Ну как бы вот так. Что за состояние такое, что с ним делать? Прорабатывать на психотерапии как минимум. Ну и как минимум вы можете преподавателю высказать свою обиду. И вот то, что у вас привёлся к ней негатив. Как продолжить обучение и получать в процессе удовольствия? Ну наверное, перестать себя ломать. Первое. Второе. Признать свои какие-то особенности. И вероятно то, что вы поспешили конкретно с этим уровнем обучения. Преподаватели очень опытные знания и навыки, которым обаёт редкие цены. Зачем человеку, который только начинает осваивать профессию или какое-то хобби сразу редкие навыки и знания, я не могу взять в толк. Потому что, если человек начинающий, он начинает осваивать то, что доступно всем. И когда уже человек уходит в специализацию, тогда ему нужны эти навыки. Почему вам это нужно сразу? Не могу в данном случае понять. А другие преподаватели половину таких знаний не дадут. Да, возможно. Но опять же, вам, как начинающему специалисту, более чем достаточно было бы этих знаний. То есть тут сказывается ощущение, что у вас вот очень высокие требования. То есть либо это перфекционизм, да, либо просто толществование, либо вот то, как вы обращаетесь с вами с собой. Важно, что у нее есть система, которой уже обучились многие люди. И это ничего не значит. Потому что эта система может вам не подойти. Менять преподавателя не хочется, такого уровня сложно найти. И только ради этого вы готовы оставаться и, по сути, уничтожить все удовольствие и все наслаждение той деятельностью, которую вы хотели освоить. Ну, что ж, если вы считаете, что опытность преподавателя и кристаллизация знаний стоит того, чтобы пожертвовать ради этого, скажем так, внутренним единениям с процессом деятельности, то это ваше право. Но тогда вызывает просто вопрос и ваше заявление о том, что вы хотите получать удовольствие от процесса. Это все не про процесс. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует...